всем здарова народ с вами эдгар вы на канале мысли от эдгара сегодня 5 августа 23 год как всегда по волнам блокчейн пробежимся подготовил вам много интересных новостей и давайте начнем с фиксации рынка капитализация у нас также держится в районе одного триллиона чуть-чуть там играет бирж монеты увеличиваются биток у нас 29 эфир 1800 цена чуть-чуть снизилась но в принципе держится одинаково в боковике ну и как всегда все остальные монеты просто очень красивые великолепные циферки чтобы пополнить свой крипто портфель давайте вам покажу сразу интересную штуку это у нас изменение цены по месяцам bitcoin здесь идет с тринадцатого года по двадцать третий год и если смотреть как действует биток то у нас сегодня август месяц и двадцать третий год то август потом сентябрь это достаточно красный месяца и ну так себе короче месяца до всегда идет просадка а вот интересный момент уже начинается с октября октябрь в основном с 2013 года полностью можно сказать даже зеленый и цена поднималась до 48 а 53 процента даже ну и так далее вот можно посмотреть уже октябрь ноябрь декабрь неплохие такие уже месяца это если все будет повторяться так же как и в предыдущие разы но в принципе графики очень похожи у меня есть закрытый чат telegram куда вы можете кстати подписаться ссылка будет в описании в год 50 долларов ну или 50 usd можете оплатить криптой здесь я много инфы разные выкладываю и включая вот такая штука тоже где мы на данный момент сейчас находимся и можно посмотреть что предыдущие вот текущий халвинг вот цикл биткойна продолжает полностью повторять стрек предыдущих циклов и вот как вы видите где мы находимся и получается чтобы мы опять пришли каким-то хорошим результатом это нам нужно дождаться двадцать четвертый год если все будет идти так же как и предыдущие разы но как вы видите все просто повторяется все идет в принципе одинаково туда-сюда чуть-чуть там какая-то разница так что ждем ребята двадцать четвертый год далее интересная информация те кто удерживают монету флэр и вообще участвуют в аэрдропе заходите и в обязательном порядке забирайте ваши аэрдропы начисленные монеты а также участвуйте в голосование и это вам даст возможность больше заработать ну и понять как эта вся система работает кто не в курсе есть компания флэр есть монеты xrp кто держал xrp делали снимок и должны в течение нескольких лет получать халявные монеты аэрдроп многие это это сделали и получает в том числе и я и здесь у флэр монеты есть возможность зафиксировать монету получать проценты также получать вот эти аэрдропы и у них проходит управление голосования сейчас идет четвертый сезон четвертое голосование тут предлагается определенные вещи которые вам нужно вчитаться посмотреть что у вас устраивает что нет и голосовать подключаетесь к платформе вы должны обязательно участвовать в стейкинге завернуть ваши монеты и эти монеты являются вашими голосами и в зависимости от количества голосов вы голосуете я уже голосование сделал поэтому ребята не пропускайте голосование будет до 7 августа сегодня 5 августа осталось но буквально там два дня грубо говоря поэтому заходите обязательно голосуйте вот предыдущие голосования голосование я уже про это рассказывал если зайти поизучать что это за тема если коротко они сюда хотят внести новые монеты для смарт-контрактов и убрать две другие монеты 8 монет голосуются чтобы внести и две монеты убрать из системы поэтому вы можете тоже на это все повлиять заходите и в обязательном порядке голосуйте интересная новость из России поговорим про новости что у нас происходит ЦБРФ представил логотип цифрового рубля и установил тарифы на транзакции наконец-то появился официальный логотип цифрового рубля сейчас я вам покажу официальный сайт но мы тут зачитаем что и как в принципе эта информация дублируется можно зайти на сайт банк россии вся информация по цифровому рублю вы всегда можете посмотреть на страничке банк россии потому что банк россии является эмитентом цифрового рубля в общем в ближайшем будущем как только мы начнем регистрировать наши цифровые кошельки для рубля это можно будет сделать с любого приложения банков которые участвуют именно но в бета-тесте цифрового рубля и где бы вы это не сделали счет будет один единственный и он будет у банка россии вот эти остальные банки это просто посредники которые дают вам возможность это сделать поэтому будет один единый счет и там будет находиться цифровой рубль и это банк россии поэтому заходите и там смотрите теперь нужно запомнить как выглядит цифровой рубль потому что это наши деньги деньги нашего государства и я думаю что такие вещи как там флаг деньги гимна ну и все такое это нужно просто знать согласны вы с этим не согласны нравится вам не нравится да танцуй моя красавица тут уже не в этом дело а просто если вас спросит где россия ну то если граждане россии должен понимать где россия там какой флаг ну ты должен наверное распознать флаг россии поэтому тут вообще дело не в том что кому-то чего-то нравится я просто информирую вот так выглядит теперь цифровой рубль вот запоминайте на это наши деньги вот логотип вы выполнен в виде окружности в описании с вписанным в нее символом рубля вот знак рубля размещен во ну короче просто описываю диаметра все такое как это может выглядеть куда его можно установить как применить в разных цветах разные версии монохромная цветная версия там я думаю что еще более подробно они потом как на печати это выглядит как на документах ну и так далее вот таким образом это все можно ну как бы увидеть и здесь еще и есть вот цвета вот для печати если кому-то это нужно интересный момент вот самый как бы интересный момент это что касается тарифов вот для юрлиц то за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями комиссия составляет 0 3 процента а сумма платежа но не более полторы тысячи рублей в общем по тарифам тут просто по идее красота именно вот в этом направлении цифровой рубль мне нравится то что по всей россии будет одна единая система и нету там тысячи разных банков тысячи разных предложений процентов каких-то непоняток где бы вы не находились в российской федерации в какой бы организации делали не делали там всякие разные движения везде будет одинаковая цифра и это круто ну не знаю раньше вот в ссср так было раньше даже если обратите внимание старые вещи если берете например ложка на ложке был был написано например там один рубль настолько были стабильные цены что на товаре на заводе выбивали цену товара и по всей россии стоимость товара была именно такая вот все знали что там ложка допустим там рубль картины там столько-то ну и так далее в любом случае в любой сфере если есть стабильность это есть хорошо я сейчас не про стабильность в экономике и как мы хорошо или плохо живем а про саму систему то что например когда вы делаете какую-то оплату в магазине или там у вас компания юридическое вы делаете перевод денег не надо каждый раз там запрашивать какой процент тут один процент у той компании другой один единый процент это максимально удобно один раз зафиксировали запомнили но если там в течение там скольких-то лет там чуть-чуть поменялось что-то но все четко получается что комиссия для юрлиц вот это 0 3 процента от суммы но какую бы вы сумму не отправляли это будет не больше полторы тысячи рублей при этом для компаний работающих в сфере жкх комиссии будет значительно ниже 0 2 процента но не более 10 рублей переводы между юрлицами будет стоить 15 рублей за каждую транзакцию до 1 января 25 года цб россии установил льготный период все операции национальной цифровой валюте как для физлиц так и для бизнеса будут бесплатными в общем вот такая ребята штука и физлица кстати будут бесплатно друг другу переводить деньги процент взиматься не будет дальше мы посмотрим но тут тоже опять таки видите двадцать пятый год все начнется по-серьезному с двадцать пятого года цифровой в россии официально признали цифровые валюты других государств про это я уже вам говорил власть россии юридически признали цифровые валюты других государств равными по статусу цифровому рублю 1 августа вступили в силы поправки к закону валютном регулировании и контроля в общем чтобы было понятно россия признает цифровые деньги других стран например там цифровой юань цифровой рупий там в индии и другие цифровые деньги других стран и они будут стремиться к тому чтобы между собой как-то наладить а контактирование обмен если у вас есть цифровой рубль у вас будет карта вы едете например в тот же китай совершаете покупку ваши цифровые рубли на оплачивают товар в китае вы в другом государстве обмен происходит между банками и продавец получает цифровые юани они рубли а банки между собой разберутся чтобы это происходило каждая страна должна признать деньги другой страны чтобы можно было так делать поэтому россия юридически признала цифровые валюты других стран мфт и запускает первую в россии программу аспирантуры по блокчейну в общем россия достаточно быстро сейчас начинает внедрять все эти вещи я не знаю не успеют это сделать или нет но прям быстро-быстро я уже замечаю это и смотрите кафедра блокчейн московского физико-технического института открывает наборно-государственную программу аспирантуру по технологии распределенного реестра длт эта инициатива будет реализована совместно с научным центром идея она станет первой государственной учебной программы в стране и будет всецело посвящена блокчейну главная причина для ее запуска стал растущий интерес российских бизнесменов к этой отрасли а также необходимость высококвалифицированных отрасли левых специалистов сами студенты тоже заинтересованы попасть на эту аспиран и аспирантуру студенты будут заниматься исследованиями решать сложные прикладные задачи в области блокчейна которые объединят в себе математику информатику и экономику и даже социологию наша аспирантура будет подготавливать именно таких специалистов вот но буквально как я каждом ролике говорю годика два назад блокчейн и вся эта тема с криптовалютой была какая-то чепухой для государства а сегодня как вы видите все быстро меняется уже кафедра блокчейн московско физико-технического института и это вам ребята не шутки понимаете буквально за этот год признали цифровые деньги цифровую платформу вели цифровые бета-тестирования признают уже блокчейн признают уже криптовалюту начинают изучать эту тему и говорят что без этого уже просто жить нельзя так что 25 год это максимально когда вот вообще все что возможно уже признают а с 25 года мы уже полетим дальше в космос поехали дальше банк россии включил первую организацию в реестр операторов обмена цифровым цифровых финансовых активов 3 августа 23 год публичное акционерное сообщество московская биржа включена в реестр операторов обмена цифровыми активами такую деятельность вправе осуществлять только если они состоят в реестре вот так что теперь на данный момент можно посмотреть ну перейти короче посмотреть кто может осуществлять обмены цифровых активов это теперь возможно московской бирже но в принципе здесь не удивительно кто еще тут есть только московская биржа больше других я не знаю но это фондовая как бы биржа но ее теперь включили и в цифровую поэтому фондовая биржа потихонечку будет перетекать в цифровую утверждены тарифы по операциям с цифровыми рублями вот официальная страничка тоже 3 августа двадцать третьего года красиво получилось третье две тысячи двадцать третье вот совет дикторов банка россии установили тарифы для операции с цифровым рублем и здесь можно посмотреть да все тарифы еще раз это у нас ноль три процента физлица потом компания коммуналки всякие там ЖКХ ноль два процента не более десяти рублей юрлица между собой пятнадцать рублей вот эти тарифы начнут действовать первого января вот смотрите это на официальном сайте написано эти тарифы начнут действовать первого января две тысячи двадцать пятого года запомните эту дату вот теперь я вычислил наконец-то я знал что это двадцать пятый год серьезная тема начнется но вот какого числа какой месяц я никак не мог нигде найти как бы понимание у меня было но вот официально чтобы где-то прям прописали как бы спалили обстановку и контору не было нигде и если связывать все вот эти мои как бы в голове знания понимания то двадцать пятый год это как раз таки старт нового мира и вот вам пожалуйста дата старта нового мира это первое января две тысячи двадцать пятого года так что ребята фиксируем эту цифру что сюда входит это у нас я много раз говорил буду повторять что было понимание почему двадцать пятый год потому что в мире есть такое понятие как сертификация и есть сертификат айсио двадцать 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 два эта сертификация нужна для банковской системы всемирной единой банковской системы обмена сообщениями туда вступили уже огромное количество стран и включая россию россия тоже уже действует по сертификату айсио двадцать двадцать два при этом контролирует эту сертификацию швейцария там огромное количество разных стран действует эта система сертификации после войны вот война с гитлером заканчивается побеждаем и на следующий год в швейцарии организовали организацию которая занялась сертификацией всего подряд в мире они там много тысяч разных сертификатов по разным направлениям выпустили это единая система по всему миру и вот там они создали новый сертификат для банковской системы так вот сертификация по вот это айсио 20.0.22 она уже начала принимать заявки заявки будут приниматься до двадцать четвертого года с двадцать четвертого по двадцать пятый год до декабря там прям написано можете перейти посмотреть будет тестирование и кто не успел как бы все банки должны подать заявку на работу во всемирной вот этой системе и дальше не пишут с какого именно числа движуха начнется вот теперь мне понятно вот здесь мы уже можем выявить это получается 1 января двадцать пятого года весь мир начнет работать по новой единой сертификации на планете земля и это сертификация она уже построена на блокчейн основе там будет мгновенные переводы по всему миру никаких ограничений нулевая в общем то там комиссия в общем система будет максимально ускоряться новый мир и там же в этой системе участвует компания ripple монеты xrp ну вообще много-много чего еще в этом участвует и здесь мы видим что цифровой рубль и получается что такое цифровой рубль это банк россии а банк россии уже официально работает с давайте наверное все таки открою чтобы голословным не быть и покажу рост свифт вот можно зайти перейти посмотреть официально rosswift.ru переход на ICO 2020 в области проведения платежей управления денежными средствами вот здесь все прописано программа свифт как работает вот сайт сам миграция на ICO давайте еще раз повторимся чтобы было понятно вот сам стандарт это создан техническим комитетом TS 68 вот международная организация это которая как раз таки в швейцарии и в соответствии со стратегией развития банка россии на период 23 года принято решение вот что россия участвует вот в этой движухе и когда они будут этот переход осуществлять вот можно посмотреть свифт анонсировал сроки миграции мирового сообщества пользователей на новый стандарт который предусматривает поэтапный переход на обмен сообщениями ICO 2020 передаваемыми по сети свифт с использованием сервисов ну там это я уже рассказывал начало миграции и завершение миграции ноябрь 2025 вот в ноябре 25 года завершается миграция банк россии уже подключен к этой системе это всеобщая мировая единая платежная система вот можно перейти посмотреть свифт тут даже русского языка нету но мы сюда подключены конечно же вообще просто красота конечно вот так работает есть свифт смарт вот смарт-контракты естественно все смарт-контракты будут работать вот на ICO 2020 все это конечно же блокчейн технология и без блокчейн просто ну работать не получится вот вот официальный сайт можете зайти посмотреть ресурсы можете зайти посмотреть документацию ну и все такое вот изменения стандарт релиз вот еще раз давайте приблизим обсуждение изменения стандарт релиз 25 года выпуск 25 года чем все это будет происходить в 25 году так я думаю что вам понятно да о чем я говорю теперь переходим опять на банк россии сайт и еще раз читаем вот тарифы вот эти цифрового рубля начнут действовать 1 января 25 года соответственно если все это состыковать получается до 25 года российские банки подключаются к этому ICO они уже подключены они делают бета-тесты и потом с 25 года с 1 января все эта система будет работать кто не подключился тот лох ну если грубо говорят то так до этого момента установлен льготный период когда все операции цифровыми рублями на платформе банк россии будут проводиться бесплатно ну теперь я понял короче сейчас до 25 года все операции включая юрлица физлица какие угодно лица бесплатно до 25 года но это как бы какой смысл тебе как будто говорят вот знаете вы можете получить бесплатно яблоки вот в том магазине до 25 года но магазин откроется в 25 году и там начнут действовать уже вот определенные тарифы короче тут нам дают понять что обычным людям бесплатно вряд ли чего будет все будет по вот этим тарифам но даже если брать эти тарифы они тоже в принципе не велики они фиксированы ну хорошо это плохо короче давайте не будем это обсуждать это только время может показать каждый человек и компания смогут открыть один счет цифрового рубля на платформе банка россии сделать это можно будет бесплатно точно так же не нужно будет платить никаких комиссий за пополнение таких кошельков со своих банковских счетов или за операции по переводу цифровых рублей из кошельков на счет в банках банк россии планирует в августе начать пилот с реальными цифровыми с участием 13 банков вот сейчас у нас август месяц первого числа уже бета тест начался он будет проходить в несколько этапов это 23 и 24 год вот посмотрите вот просто вот это же одни и те же даты вот этапы цифрового рубля тестирования 23 и 24 год а этап введения ICO это у нас будет сейчас это мы перейдем этапы введения ICO также 23 и 24 год далее введение цифрового рубля в широкий оборот предлагается начать постепенно с 25 года ну и здесь тоже ICO начнет работать сейчас мы тут откроем ICO и посмотрим так секундочку вот так вот компания которая этим занимается вот TS-68 комитет кто контролирует это все дело вот все можно зайти посмотреть все подробненько у них тут расписано как работает что это за стандарт такой что он из себя представляет и какая дата будет запуска и у них тут намечено вообще до 2030 года решить что будет в нашем мире происходить поэтому ребята получается что все что связано с цифровым рублем по времени по воду это просто дублирование копия того что говорит сертификация ICO и это а это мировой стандарт это блокчейн технология и это всемирная единая система получается цифровой рубль это уже деньги одного общего большого мира вот так это технология уже тут как бы государству это я даже не знаю как относится не относится в общем все государства будут иметь цифровые деньги но они все будут сертифицированы именно вот этой вот системой вот сертификация соответствия вот преимущества стандарты можно зайти посмотреть как это все дело работает вот такая вот ребята вам пожалуйста информация также смотрите 4 августа вчера подписан закон о бесплатных переводах между своими счетами до 30 миллионов в месяц вот когда читаешь какие-то такие новости такое ощущение что прямо это для нас придумано но здесь есть нюансы получается без процентов можно 30 миллионов счета на счет переводить но не у каждого как бы в кармане валяется 30 миллионов поэтому согласно закону банки не смогут ограничить размер количества бесплатных операций ежемесячного лимита в 30 миллионах так переводить средства без комиссии в пределах 30 лямов в месяц можно будет по номеру счету через мобильное приложение в личном кабинете на сайте банка на свой счет в другом банке ну и тут если вчитаться суть такая что это можно только делать организациям короче говоря есть большие деньги в государстве движется вот эта история с цифровыми деньгами и обычные деньги нужно как-то переводить в цифровые деньги потому что как бы застревать в старом мире не получится и тут делают возможности чтобы вот эти крупные переводы делать чтобы старые деньги переводить в новые вот так в общем все подгоняется под цифровой рубль теперь перебегаем в метавселенные я думаю что в ближайшем будущем я очень еще буду много про метавселенные рассказывать возможно там ходить бродить показывать участвовать в общем жизнь перейдет в метавселенные просто пока затишье перед бури по метавселенным время еще не пришло но новость уже потихонечку есть элвис пресли танцует в метавселенной через песочницу около три тысячи аватаров элвиса будут в общем виде nft запущенные в эфириум в сэндбокс вот метавселенная сэндбокс подтвердила дату выпуска серии официально лицензированных аватаров элвиса пресли nft в общем тут к чему я это все тут показываю суть такая что все топовые персонажи планеты земля они будут оцифрованы переведены в метавселенные в форме nft это как бы регистрация а потом они уже начнут в метавселенных жить как бы уже цифровой жизнью это будут я думаю в будущем будут и актеры все уже в метавселенных просто права будут принадлежать конкретным людям и например тоже какой-нибудь там арнольд шварценеггер да он сделает своего аватара зарегистрирует и тот продолжит сниматься в каких-нибудь фильмах в цифровых фильмах в будущем ну как бы в метавселенных также я думаю что в следующих поколениях они застанут такой момент так как у человечества как принято мы идем от широких штанин потом идет на заужение потом в обтяжку все носят штаны а потом опять начинают носить клеш вот а я и то и то как бы момент зацепил мои родители были в моменте когда там еще история хиппи все такое широко максимально широкие штаны носили потом шло на заужение и мы уже начали носить вообще зауженное все четко зауженное внизу там если ты оденешь чуть широкий то ты сразу как какой-то ну лошара какой-то ты че такие штаны напялил широкие и даже обзывались да ты колхозник нужно заужина одевать а теперь на сегодняшний день допустим вот у меня дочка ходим в магазин и мода такая что все штаны стали опять широкие максимально бананы они только называются конечно по-другому раньше это назывались бананы до этого наши родители это называли клеш а сейчас я дочке говорю ну тебе штаны какие бананы нужны какие бананы нет говорю клеш нет а какие покажи идем она показывает вот оно и есть бананы или клеш она говорит нет и как-то по-своему называет я даже это слово не зафиксировал современное какое-то американское слово сленг в общем и они так называют вот эти широкие штаны я к чему то что из поколения в поколение мода песни актеры вообще как бы в мире уже ничего нового не придумать все просто по кругу да из поколения в поколение повторяется только меняются названия и используется персонаж например если раньше это были театры потом это телевидение появилось да потом эти все фильмы а теперь следующий этап это будут метавселенные и вот они будут в метавселенных так что арнольд шварцпукер будет блуждать еще до бесконечности до скончания веков в разных формах форматах до этого арнольд шварцпукер был это какой-нибудь там геракл да еще до геракла возможно еще кто-то был кого мы не знаем но определенный период например люди вот типа сильный человек какой-нибудь там геракл потом в наших фильмах кто такой мощный интересный типок терминатор там ну какие-нибудь там рэмбо ван дамы всякие вот такие вот какие-то люди следующее поколение метавселенных еще чего-то но это в принципе одно и то же только названия меняются и так далее я чуть-чуть разошелся но как бы чтобы вы уловили суть в чем то что все что вы знаете все это будет оцифровано и в метавселенной и когда это попадет в метавселенную в большом количестве то там начнут зарождаться свои миры свои фильмы своя жизнь своя история ну и вообще все что угодно свое уже в новом формате и это движуха уже идет и вот например уже можно зафиксировать что топовые интересные какие-то мировые звезды там из разных сфер они уже начинают оцифровывать себя и даже тех людей которых нету уже на планете земля но они известные вот тот же Элвис Пресли там всякий Майкл Джексон Элвис и Пресли ну и так далее всех сюда затолкают в метавселенную и это будет реально стоить денег это будет серьезный бизнес и все такое это не какие-то шуточки это прям серьезный бизнес вы идете кино смотреть платите бабки фильм снять нужны деньги и там никому не смешно ты не можешь прийти в кинотеатр постоять возле двери говоришь хочу посмотреть фильм тебе говорят с тебя там не знаю 500 рублей и ты стоишь и ржешь смешно фильм 500 рублей что я должен денег платить чтобы фильм посмотреть ты же не ржешь ты достаешь 500 рублей и отдаешь деньги заходишь смотришь фильм а за фильм реально бабки выложили чтобы его снять никому там не смешно ты серьезно со своей девушкой приглашаешь ее на серьезную фильм платите серьезные деньги смотрите серьезно этот фильм или весело и уходите блин и там нигде в общем то не смешно над самим процессом что о фильм это ржак за это платить деньги а пока мы в такой стадии что говорим метавселенная смешно кому она нужна в метавселенной будут продаваться там недвижимость и все такое смешно блин мне не смешно уже потому что я понимаю что это вот в ближайшем будущем серьезная основа поэтому нужно в эту сторону двигаться и иметь определенные монеты определенных игровых платформ каких-то там метавселенных каких у меня есть моих закрытых чатах и уроках что именно я покупаю что для меня является ценно потому что метавселенных будет бесконечное количество выбрать нужно то что действительно будет удерживаться власти султаната Аман готовится легализовать рынок цифровых валют вот видите уже в разных странах это делают управление рынка капитала султаната пригласила общественность и представители криптоотрасли ознакомиться с проектом нормативно-правовой базы регулирования цифровых активов в документ вошли 26 предложений вот разные отрасли нормативы лицензирование и так далее так что ребята уже в разных странах в разных точках планеты земля идет оцифровка от этого никуда никто не денется Майкл вандерпоп говорит биткоин не упадет до 12 тысяч перед бычьим ралле популярный криптовалютный аналитик опроверг предположение что курс первой криптовалюты опустится к 12 тысяч перед очередным бычьим забегом вот он говорит что с мая 2021 года многие альткоины остаются в нисходящем тренде это самый продолжительный медвежий тренд на крипто рынке это самый долгий медвежий рынок который длится уже больше двух лет но удивляться здесь нечему это реакция рынка на атаки которых подверглись блокчейн проекты но тут он сейчас будет говорить чисто технический момент там какие атаки бла-бла-бла и все такое я лично не связываю это со всякими там FTX и все такое это тоже часть глобализации но вот такие эксперты они более как бы узконаправленно выражаются техническими словами и общий пазл как бы не предоставляют и мы находимся в боковике и вот в таком долгом медвежьем рынке по той причине что я вам уже показывал вот по этой вот причине из-за вот этого вот ICO как раз таки потому что это ICO начинает свою работу вступает уже как бы в силу до 25 года все если до этого мы возьмем например там крипту там с 13 года и там какие-то процессы происходили они были очень похожи в каждом году можно было ожидать примерно ну похожая история там весна летом ничего не происходит осенью движуха и вот так вот из года в год это шло все эксперты аналитики к этому привыкли и как бы и сейчас ожидают что будет именно так но не все учитывают вот этот вот момент что игрульки закончились вот с этим техническим моментом теперь это все время была просто подготовка что вот это одинаковость одинаковость чтобы людей приучить к этой всей системе а потом уже ее ввести вот чтобы масштабирование сначала масштабирование делаю да популярность известность чтобы к этому подключить всю планету а потом уже они запускают и вот это ICO начинает свою уже работу поэтому двадцать четвертый двадцать пятый год это уже последние моменты когда вся эта система должна заработать соответственно мы просто начинаем притормаживать мы уже идем в боковике не будет вот этих жестких повторений предыдущих годов мир резко будет меняться до этого была просто как бы подготовка к действию ну как бы должен быть театр например там такого-то числа приходите смотреть какую-то постановку и до этого вот эти тренировки происходят но конкретно в этот день уже все серьезно вот все серьезно это получается с 1 января двадцать пятого года поэтому боковичок мы возможно еще будем видеть еще долгое время еще будут просадки очень серьезные но он пишет что до 12 тысяч типа мы не опустимся я как бы даже не рассчитываю что может и опустимся и до 12 это сейчас не так важно будет 12 блин красота возьмете биток за 12 президент сша джо байден притворился максималистом биткоина кто не знает ролик короче блуждает что байден такой сидит поднимает кружку ставят там его фотка и вот эти красные глаза горят и написано двадцать четвертый год как я вам говорил в предыдущих роликах давайте ребята я вам предскажу кто будет следующим президентом в америке и первое самое главное это тот человек который будет поддерживать криптовалюту блокчейн в целом потому что мир начнет именно в блокчейне двигаться и этот человек именно должен держать позицию блокчейн технологии и на тот момент байден вообще наоборот как бы он противоречил они были против крипты за это там топили другие кандидаты кеннеди например там вот этот младший или как его там зовут но тут на днях команда по ходу байдена вот это в гонке президентов то ли они поняли то ли у них так заложено я не думаю что они там идиоты я думаю все они там понимают они вот запускают вот такую движуху что байден тоже за биток а вот это приколюха красные глаза это майкл сейлор кто не знает с один из крупнейших фондов держателей как раз таки крипты и вот он использовал этот прикол вот делает красные глаза и типа ты за криптовалюту за биткоин если поконкретнее и тут использовали что байден тоже президент сша запустил предвыборную кампанию кратким роликом с кружкой кофе в руках на которую изображен сам джо байден с красными лазерными глазами традиционно символизирующий поддержку биткоина видеороликом призвал своих сторонников поддержать его предвыборную кампанию двадцать четвертом году купив кофейную кружку кружка уже выставлена на продажу за двадцать два доллара восьмидесятилетний президент изображен на ней с красными сияющими глазами да они сейчас просто сделают бабла вот в америке вот конечно вот эта приколюха мне нравится там вот эта предвыборная гонка не просто только за власть они деньги делают дональд трамп уже выпускает там вторую третью коллекцию nft серьезно выпускает nft это все выкупают покупают блин вот прям серьезно деньги делают да они в президенты ломятся но и одновременно не забывают деньги делать как бы в россии я ну не замечал таких тем тут как-то все как-то все мрачно вот тоже было прикольно я не знаю там кандидатов президенты тоже что-нибудь с блокчейном выпустили бы свои какие-то монеты или какие-то аксессуары народ бы тоже как-то поучаствовал в этом ну прикольно потом в будущем говоришь вот у меня кружка там с двадцать четвертого года там на полочку поставил как память твоего времени ну какие-то такие вот знаете зафиксировать ну если взять там я не знаю того же ленина были значки которые давали там пионерам и все знают вот эти вот значки ленина что-то было связано с этим вот это было интересно а они вот за двадцать два доллара продают кружку сейчас они там столько кружек с этим лазерными глазами продадут и сделают нормально так баблица Мосбиржа рассказала о вариантах запуска собственных ЦФА Московская биржа заявила что может запустить торги краткосрочными цифровыми активами ранее биржи включили в реестр операторов обмена ЦФА представители биржи напомнили что организация стала самым первым оператором ЦФА в России для того чтобы обмен заниматься выпуском подобных активов разрешает лицензия сейчас у московской биржи в проработке находится несколько кейсов пилотным проектом могут стать краткосрочные ЦФА на денежные требования в дальнейшем будут представлены другие сценарии инструменты и ничего конкретного не хотят писать блин необходима связь с различными операторами ну и так далее вот смотрите они уже одобрили мосбиржу как обменник цифровых активов я думаю и для криптовалюты и для цифрового рубля и для всего я не знаю с какими криптовалютами они будут работать но это не пишут вот да почему как бы граждан не предупредить да заранее какая крипта будет в России потому что мы прям среагируем сразу и вся страна вложит туда деньги вот представляете если мосбиржа объявит что она будет работать с такими активами как биткоин там эфир ну и перечислит какие-то монеты это будет на госуровне заявление ну и как вы думаете буквально через секунду блин все все продадут и купят именно эти активы и там с одной стороны как бы ну вроде как они правильно делают потому что если реально такое объявить то через пару секунд дурдом начнется в России но это почему потому что у нас нету как бы постоянства в этом если бы изначально как бы с зарождения там блокчейн технологии всегда давать им фу постоянно то мы не реагировали бы в России вот так вот резко сумасшедше а мы бы просто постоянно как бы ты это знаешь вот и уже как бы рассматриваешь и не делаешь таких вот резких каких-то покупок но так как нас своеобразно в этом плане вот информация недоступна держит голодными блокчейн голодные люди то если дать сейчас такую информацию то люди неправильно среагируют и получается что мы сами себя в тупик загнали ну не знаю это мое конечно понимание по мне так нужно постепенно давать по чуть-чуть информацию и люди более сообразительные чем информацию не давать не давать а потом что-то сказать и люди делают вообще непонятно что так что получается что платформа цифровых активов у нас уже есть Мосбиржа цифровой рубль уже одобрен он у нас уже есть заработает вся эта история с двадцать пятого года и до двадцать пятого года никто вам наверное в России не скажет с какой криптой мы будем работать потому что как только это ляпнет кто-то то будет очень мощный ажиотаж ну как бы бардак можно создать поэтому тут наверное мы ничего так и не узнаем нам просто будут оповещать где будет это продаваться кто будет обменивать а что будет обмениваться чё почём и какие проценты мы знать этого не будем облачный сервис google cloud стал валидатором в сети село село фаундейшн заключил соглашение партнерство с облачным сервисом google cloud в рамках которого дочерняя компания google станет валидатором сети это повысит уровень безопасности стабильности работы платформы вот тоже крутая штука google заходит уже в экосистемы web 3 и чтобы как бы запустить вот эти узлы они используют как раз таки блокчейн село и стают валидатором у меня эта монета тоже есть в леджере вот самый топчик ребята это конечно леджер если у вас нету холодного крипто кошелька то у вас нету никакой криптовалюты она вам не принадлежит если ваша крипта запомните лежит на каких-то биржах на горячих кошельках то вы не владеете криптовалютой и не можете не рассчитывать на то что вы когда-то разбогатеете не получится быстрыми темпами произойдут изменения и все что у вас на биржах на каких-то горячих кошельках оно там все застрянет вы это вытащить не сможете владеть этим не сможете потому что правила поменяют так чтобы вы ничего с этим сделать не сможете я вас если что предупредил обязательно любые в принципе холодные крипто кошельки это собственно банковская система где вы являетесь богом вашей крипты ну она вам принадлежит в действительности есть шанс что вы разбогатеете но из всех холодных крипто кошельков я вам рекомендую конечно же кошелек ledger и у меня есть подробный курс по кошельку ledger так как он мне нравится это для меня топ кошелек круче я пока ничего не знаю и можете перейти тоже ссылка будет в описании есть мой курс именно холодный крипто кошелек ledger купите этот курс там у меня 90 с плюсом видео уроков тут все подробненько есть где купить как купить почем как монеты застейкать установку восстановления кошелька стейкинг монет все подробненько есть как подключиться к разным системам безопасности в общем круче уроков вы просто не найдете в интернете я уже несколько лет это этот курс продаю пополняю оплачиваете один раз курс на всю жизнь ваш и бесплатно пополняю уроки все новые ничего потом платить не нужно и получаете доступ к закрытому чату поэтому ребята обязательно холодные криптокошельки в будущем вы к ним придете сейчас может быть для кого-то это смешно кто-то не серьезно это воспринимает ха-ха да хи-хи вот а потом когда это уже будет так и вам скажут ну вы не можете зайти потому что у вас нету кошелька там будет вообще не смешно это как с кинотеатром все будут заходить фильм смотреть нравится вам эта система не нравится танцуй моя красавица и людям скажут платите пятьсот рублей зайдете внутрь как бы в этом процессе ты же должен сделать вот это определенное действие чтобы попасть туда куда все хотят попасть а если туда не попасть ты в обломе поэтому в будущем все будут попадать в разные там системы метавселенные благодаря крипто кошелькам а у тебя нет крипто кошелька или ты не разбираешься как это работает поэтому пойдешь копать картошку будешь сажать там картошечку копать довольствоваться обычной стандартной жизнью никаких тебе нахрен метавселенных обломайся ну или будешь гордиться тем что да все лохи только в метавселенной это я тут в настоящей жизни в лесу голожопы бегаю листиками прикрываюсь жую вон обычную траву кушаю землю и доволен жизнью а всякие там оцифрованные идиоты сидят там в интернетах и во всех там этих кошельках и в леджерах короче сумасшедшие ну если вы так относитесь к жизни да вам как бы леджер нафиг не сдался то да тогда чего мой ролик вообще смотрите на рассмотрении сек находится 11 заявок на фьючерсные е тф на эфир ребята теперь мы перешли уже и на эфир чек кто не в курсе я все подробненько всегда рассказываю чуть-чуть повторюсь е тф это система это в общем есть фонды крупные у которых нереальное количество бабла и чтобы они могли перелиться в криптовалюту и работать с людьми им нужно подать вот эти заявки и получить одобрение так вот до этого вся эта история была связана с биткоином теперь заявки пошли уже на эфир уже 11 заявок за последнюю неделю на комиссию по ценным бумагам и биржам США обрушилась лавина заявок на запуск фьючерсных е тф на эфир вот и там огромное количество фондов у которых есть огромное количество бабла вот так тоже получается как бы там всем смешно все типа не так не будет крипту не примут блокчейн не нужно это все фигня 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 а потом начинается вот банк принимает крипту а вот цифровые деньги приняли теперь вы живете вот так а у вас биткоина нету вы лохи так-та-та-та-та ты такой ё-моё блин год назад говорили что фигня теперь без этого жить нельзя да что такое вообще происходит как это так как это я просрал все это время вот это весь переход вот так всегда такая движуха делается именно так ничего не говорят не говорят не говорят или говорят что-то негативное потом бам это вводят и ты лоханулся тебя нету там вот кто сообразил в теме кто нет значит нет фондовая биржа израиля и fireblocks предложат криптоуслуги институциональным клиентам вот вам пожалуйста фондовая биржа израиля будут уже представлять криптоуслуги институциональные клиенты ещё раз повторюсь это крупные какие-то компании которые не могут просто так работать с криптой им нужно разрешение от государства чтобы они не нарушали никакие там законы и могли платить налоги и получается в россии у нас это фондовая биржа это московская биржа которой дали добро она тоже будет просто здесь не пишут вот это слово забывают дописать криптоуслуги у нас пишут цифровые активы как бы крипта под прикрытием у нас потому что если скажут у нас даже если не говорят какая точная крипта просто если даже ляпнуть что все мост биржи будет криптой торговать ну как бы это все официально то все тут даже из-за этого кипиш может начаться в россии потому что люди именно так реагируют например в той же там европе в америке так как они постоянно с этим работают у них нету такой сумасшедшей резкой реакции поэтому им такие новости спокойно как бы дают и вот например в россии получается это у нас фондовая биржа мосбиржа она в том же направлении уже работает в израиле это вот эта биржа вот которые дали тоже возможность тель-авивская фондовая биржа подписала соглашение с платформой цифровых активов совместном предложении криптовалютных услуг для инвестициональных инвесторов вот вот и теперь будет работать в этом направлении сотрудничество призвано объединить опыт и влияние ну короче старого и нового мира можно вот так даже выражаться на израильском рынке а также позволит представлять новые цифровые решения вот этим вот богатейшим компаниям и людям а вот еще тут интересный момент что этим инвестициональным клиентам откроется возможность токенизации различных так традиционных финансовых активов и создания новых рынков капитала а вот вам пожалуйста токенизация различных активов про которую я только что вам говорил что все в мире будет токенизироваться если мы перескачем на элвиса пресли который попадает в метавселенную это и есть токенизация токенизация это переводить что угодно из обычного мира в цифровое пространство и у этого персонажа не знаю чего угодно то что закидывают в цифровое пространство будет невзаимозаменяемые вот эти вот номера идентификация короче это и есть в принципе токенизация и вот она этот этот процесс и будет и получается что в Израиле вот по-другому теперь можно прочитать в Израиле старый мир разрешили переводить в новый мир и это все оцифровать и токенизировать все они признают блокчейн компания осел получила разрешение гонконгского регулятора на торговлю биткоин и эфир вот тут вообще быстрыми темпами внедряются это разные точки планеты земля но везде одна и та же процедура происходит комиссия по ценным бумагам фьючерсам гонконга выдала лицензию на торговлю биткоином эфиром соответственно с новым режимом позволяющим обслуживать различных клиентов на основе лицензии комиссия бла 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 в общем торговля биткоином эфиром и многими другими криптовалютами тут получается вот мы сейчас считаем кто на какой стадии по одобрению но в принципе они все до 25 года во всем мире все государства которые хотят быть в новом мире они все одобрят биржи определенные у себя в государстве которым будет разрешено вот эта торговля цифровые активы ну соответственно и блокчейн вся эта история и криптовалюта просто все по-разному ведут свою политику там экономику у всех свои менталитеты все по-разному как-то инфу предоставляют гражданам кто-то что-то скрывает в этой области кто-то в другой по-разному реагируют граждане поэтому суть одна и та же вводят одно и то же во всех государствах но подают информацию в каждом государстве в зависимости от менталитета граждан ну этого места вот где-то там мусульмане живут где-то христиане живут вот где-то принято там так разговаривать с бизнесом где-то по-другому где-то форма как 90-х работает где-то более демократичная где-то еще как-то и вот они все по-разному пытаются сделать одно и то же но в итоге к 25-му году все должны это сделать вот он как раз таки этот дружище который все скупает вот микростратегия закупила крупнейшую партию биткоина с 2021 года про эту компанию я уже много раз говорил Майкл Сейлор как раз таки я думаю что он представитель всех этих крупных фондов и фонды пока не могут покупать крипту потому что неофициально они организовали вот эту компанию воткнули туда этого Сейлора дают ему чупа-чупс каждый месяц чтобы не выпендривался и вот как бы он лицо компании компании они закупают нереально дохерище крипты просто и они уже в теме понимаете вот эти ETF как раз таки эти фонды этот Майкл Сейлор они проталкивают также теперь вот будут ETF по эфиру проталкивать и вот средняя стоимость купленных монет у них 28 тысяч за биткоин вот покупка 12333 биткоина стала крупнейшим квартальной закупкой второго квартала двадцать первого года вот короче говоря движняк Шанхай создать собственный хаб по развитию блокчейна муниципалитет центрального подчинения КНР Шанхай намерен создать центр развития блокчейна к концу двадцать пятого года да не может быть уже вот я уже просто устал находить как бы доказательства моей мысли тогда моя мысль была как бы бездоказательна просто была мысль вот об этом годе что происходит в мире а теперь мне уже надоело находить все эти даты и все это просто уже даже не интересно если честно мне просто уже все я для себя уже стопудово уже понял как это работает что вообще в мире происходит и мне даже не надо ни в чем там убеждаться кого-то слушать искать какие-то доказательства тут уже как бы ну в принципе как говорится и шагу уже понятно что происходит ну и вот смотрите центр развития блокчейна когда интересно когда они должны создать и это все должно уже быть подготовлено дайте угадаю наверное к концу 25 года ага так и пишут к концу 25 года а теперь мы знаем другую дату а когда запуск получается с первого числа так что ребята также город планирует наладить связи с Гонконгом и Сингапуром по данному направлению после создания хаба по развитию блокчейна власти шанхай планирует применить технологию распределенного реестра для развития интернета вещей оптимизация и финансирование цепочек поставок управления выбросами co2 а про co2 я вам уже говорил это как раз таки связано с экологией на планете земля и есть определенные монеты которые соответствуют этим экологическим сертификатом и есть список таких монет которые я себе уже определил и купил и включил в портфель и работаю с ними и это вы можете найти у меня в закрытом телеграм чате которую можно оплатить 50 usdt ну грубо говоря долларов в год и получить понимание что это за монеты какие монеты я покупаю как это все дело работает ежедневная аналитика и статистика и много чего интересного вот использование цифровых активов вот при этом планируется создать инфраструктуру для работы децентрализованных сетей для этого выделяются отдельные вычислительные кластеры еще бы consensus выпустила инструмент для тестирования смарт-контрактов компания разработчик блокчейн-технологий завершила бета-тестирование и устроила открытый релиз инструмента для тестирования смарт-контрактов объявили о начале открытой эксплуатации инструмента 1 августа основная цель продукта выявление уязвимости в смарт-контрактах перед запуском их и генерации случайных данных вот здесь чтобы вам было понятно что за прикол и зачем я это вообще говорю в мире блокчейн важнейшим инструментом технологии является смарт-контракт это по-другому доказательств ну как вы хотите договор подписать идете к нотариусу нотариус в нашем мире является смарт-контрактом вы что-то хотите купить кто-то что-то хочет продать это нужно как-то доказательно зафиксировать идете к к этому из головы только что я вам сказал мозг уже устал просто и фиксируете все а в мире блокчейн технологии эту же роль играет смарт-контракт вот это технология которая делает эту фиксацию но в смарт-контракты смарт-контрактами занимаются разные блокчейны в общем разные организации и нужна еще какая-то технология которая проверит и перепроверит то что зафиксировано что это не мошенничество так вот вот эта компания выпустила инструмент который тестирует сами смарт-контракты и это говорит о том насколько действительно важны смарт-контракты например смарт-контракт является блокчейн который как раз таки занимается смарт-контрактами это у нас как раз таки кардана алгорант монета ну и еще список монет которые вы можете найти у меня в закрытом телеграм-чате и вот теперь выпускается серьезная серьезный инструмент который будет тестировать сами смарт-контракты понимаете насколько уже мы идем в глубину по работе с блокчейн а вот пару лет назад даже никто не мог мыслить что это все серьезно сегодня это очень серьезно и уже вообще не смешно но даже до сих пор есть люди которым смешно когда говоришь даже знаете вот я вам могу сказать я общаюсь ну просто в этой жизни ходишь с людьми родственники знакомые соседи вот цифровой рубль вот просто попробуйте соседей спросить они что-нибудь знают про цифровой рубль как они к нему относятся и все такое ну как бы хрен бы с ним как они к нему относятся к цифровому рублю вообще знают про это что он запустится когда запустится запустился он в тесте что вообще происходит для них пока что для людей большей части граждан в России цифровой рубль еще какая-то фантастическая херня которая вообще возможно и не будет ну в общем плевать они хотели вообще на это понятие при том что цифровой рубль буквально вот осталось ну немного времени он прям вольется в нашу жизнь такими блин скоростями что все просто охереют и без этого инструмента просто никто жить не смог все перестроиться блин вы представляете что все идет к тому что у вас будет всего лишь один счет в банке россии один мошенничество сразу же в обломе почему потому что если в одном банке что-то там счет открыли чего-то делаете и этот банк говорит вы знаете ваш счет заблокирован чего-то чего-то что-то не так какая у вас мысль да ну и хрен бы с тобой и идете в какой-нибудь другой банк и другой банк вам откроет счет и будет с вами работать как с новым клиентом будет облизывать вас вот целовать вас в попу типа здравствуйте дайте облежим ваши ножки возьмите кредит что-то типа такого а тот банк у вас вас уже ненавидит и вы все таки и здесь если можете там что-то там проблем создать и потом в голове держите а открою еще потому что банков много все друг другом не контачат в каждом банке когда открываете счет он отдельный именно в этом банке это это вот старая система в новой системе с цифровым рублем забудьте про такую историю в каком бы вы банке не открыли ваш счет первый раз цифрового рубля все это ваш единственный счет на всю жизнь и если вы засрете этот счет какими-то там методами ну что-то сделаете не так ну все вы не можете пойти в другое место куда-то и открыть еще один счет цифрового рубля потому что что его открывает только банк россии один раз на всю жизнь получается что вот эта мысль у граждан из менталитета за я не знаю но я думаю что как это запустится в двадцать пятом году до тридцатого года менталитет россиян поменяется вообще с ног на голову потому что у большинства людей в голове вот именно работа вот с такими вот махинациями типа сделаю так не там так там не так так тут и вот какой-то и соответственно как бы вся жизнь строится так а вот теперь представьте что ты знаешь и все знают в государстве что единственный счет и его испортить нельзя все например где-то там что-то натворил каких-то делов блокируется какой счет единственный счет цифрового рубля взял кредит денег не отдал какой счет заблокируется единственный счет цифрового рубля если ты что-то хочешь оплатить откуда оплачиваешь с единственного счета цифрового рубля пенсия откуда будет с единственного счета куда будет на единственный счет короче Что бы вы ни сказали Будет единственный счет цифрового рубля И у вас получается Отпадет желание Сразу чего-то там придумать такое А потом если что Типа в другом банке Все Теперь в голове у людей появится Такой ограничитель Так Если я тогда хотел Вот так вот сделать и в другом банке Если что Не, не буду, лучше не буду делать Нафиг надо, один счет, потом что делать-то вообще Единственное, что останется делать Идти и лететь в другую страну Там получать цифровой счет А кто вам его даст В другой стране цифровой счет Кто вы Гражданин? Нет До свидания И получится, что вы останетесь В пространстве своего государства Там мы посмотрим, как это все работает Но вот Вот эта мысль, как сейчас Человечество живет Это не только как бы у россиян У всех людей Как бы Типа А, рван Как вот сейчас, да Люди рванули в другие государства От трудностей В России Типа Там счет открою Там перекантуюсь Там так сделаю Как только цифровые деньги Вступят вот в этот процесс В силу Вы не сможете вот так вот Как заяц бегать По планете И Типа Тут открыл Там счет Открыл Там держать Это будет одна единая система С 25-го года С 1-го числа Будет одна единая платформа На планете Земля И открыв где-либо счет Все Все остальные Системы Общая система Уже знает Кто вы Где вы И зачем вы И вот это вот Скакать По разным государствам Уже не получится Так что Скучкуйтесь Побыстрее До 25-го года Определитесь все-таки Где вы хотите жить И Как бы Обустройте Ваше место Жизни В каком-то Едином Месте Потому что Вам не дадут Вот эти вот Перемещения Бесконечные Вот это Хитрожопство Сегодня как бы Любите родину Завтра переезжаете Куда-то Хаяете Вашу родину Но Все Эта херня С 25-го года Уже не прокатит Определитесь С родиной Кто еще Не может Определиться И будьте В ней Делайте все В ней Правильно Как бы Вейте Так сказать Гнездо Делайте Качественное Это Меня подбешивают Вот люди Которые Скачут По планете Что-то Обсирает Блин Свой дом Зачем вы Это делаете Ну ладно Ты там Куда-то Свалил Нахрен Но зачем Ты засираешь То Откуда Ты Это Некрасиво Это просто Ну тупо Даже Вот так Вот ребята Поэтому 25-й год Вам Пожалуйста В календарик До этого Времени Нужно Сообразить С чем Подытожим Нужно Оставаться Там Где Вы Живете Определиться И как-то Скучковаться Потому что Цифровой кошелек Будет Этого места Скакать Не получится Уже Организовать Себе Вот такую Вещь Потому что После 25-го Года Я даже Не знаю Как будет Все Функционировать Сможете Либо Вообще Покупать Криптовалюту Поэтому Те Кто Сейчас Сообразят И Сделают Это Все И Потом Эти люди Уже Будут Как бы Просто Этим Жить Вот Ну как бы Посадил Дерево Заранее Вырастил А кто-то Просто бегал Песенки Пел Да Как вот Муравей же Есть Там Кто-то Дом Строит Скоро Зима А кто-то Песни Поет Вот Скачет По планете Земля То ему В Турции Хорошо Жить То он В Казахстан То в Узбекистан То в Таиланд То еще Куда-то И Засирает Свою Родину А потом Когда У него Деньги Закончатся И он Будет В жопе Вот Тогда И будет Уже Вот Зима А где Жить А чего Делать Вот Тогда Уже Все Пустите Меня Тоже Жить Куда Куда Вас Пустить Жить Чего Песенки То пели Скакали То Поэтому Ребята Вот Это Организовать Надо Сейчас А не Потом И вот Посадить Дерево Дождись Когда Дерево Вырастет И что И получай Результаты С твоего Дерева А кто-то Будет Скакать Блин И даже Не подумают Посадить Дерево Но Чтобы Дерево Дало Плоды Что нужно Сделать Нужно Быть Рядом С Деревом Чтобы Быть Рядом С Деревом Это Значит Ты должен Находиться В каком-то Определенном Месте Все Это Время Чтобы Поливать Ухаживать Защищать Это Дерево Жаркий Сезон Переливается Еще Чего-то Ты должен Иметь Своё Место Дом Ухаживать Тогда Что Тогда Будут Результаты А потом Результаты Будут Хорошие Ты будешь Наслаждаться Ими Кайфовать Этими Результатами А тот Кто Не следит За своим Деревом За своим Домом А скачет Как олень По планете Земля Блин Что Вы будете В жопе Что Вот где Вы будете Вот Вот Так Ребята Дом Семья Дерево Крипта Вот Это Все Объедините В одно И Будет Вам Счастье На этом Ребята Все Наверное Новостей У меня Сегодня Больше Нет Надеюсь Вам Было Интересно Меня Послушать И Вы Для Себя Открыли Какую-то Новую Информацию Поэтому Не Обломись Вот Сейчас Зайди И Напиши Какой-нибудь Комментарий Любой Коммент Который Поддержит Мой Ролик И он Будет Продвигаться В интернете И Также Если Вы Заинтересовались Курсами То Ссылочка Будет В описании Переходите Учитесь Как бы Эти Деньги Они Того Стоят Увидимся В будущем В бесконечности Да Пребудет С нами Гребаный Блокчейн